— Филимонов! — О-о-о! Боже мой! И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота. Здравствуйте! Меня зовут Сева Бойко. Вы слушаете подкаст русской службы Би-Би-Си «8 историй из 90-х». Это подкаст о том, как 90-е годы изменили жизнь России и россиян. Сегодняшний эпизод — голкипер. Его главный герой — российский вратарь Александр Филимонов. У многих болельщиков его имя вызывает ассоциации с одной тенетрансляцией 9 октября 1999 года и с одним пропущенным голом. Но это история про спортсмена, который отказывается признать, что его карьера доминой в 28 лет определяется единственной неудачей. Недавно я ужинал с другом детства и рассказал ему, что взял интервью у Александра Филимонова. Друг перестал жевать и серьезно спросил, «Вы обсуждали тот самый гол? Мне тогда было 12, я помню, как рыдал, когда он пропустил этот мяч». В 99-м году сборная России по футболу боролась за выход на чемпионат Европы. Когда она, находясь в шаге от вынета, сенсационно победила чемпионов мира, французов, бандельщики поверены в чудо. Чтобы пробиться на Евро, нужно было победить еще украинцев. Но игра закончилась в ничью, и мечты рухнули. В решающем матче Украина сравняла счеты за ошибки вратаря Александра Филимонова. Для моего друга и для многих других бандельщиков этот эпизод был и остается самым драматичным событием российского спорта 90-х. Вот как запомнены его спортивные журналисты, которые видены произошедшее своими глазами. Игорь Рабинер, обозреватель газеты «Спортэкспресс». Наталья Константинова. В 99-м году корреспондент ОРТ. Ну, мои ощущения, они были, наверное, еще плюс немножечко и женскими. Потому что, конечно, мне было жалко наших ребят, мне было жалко нашу сборную, мне было жалко Олега Ивановича Романцева. Виктор Гусев, спортивный комментатор «Первого канала». Первое чувство – это чувство болельщика. Я просто был очень расстроен, как болельщик. И какая-то вот в этом была несправедливость. А несправедливость продолжила, потому что Украина дальше не прошла стыковые матчи и все равно не попала на турнир. И там, кстати, Шавковский пропустил тоже очень такой досадный гол, сравнимый. Хотя вряд ли что-то сравнится с голом Филимонова. Но история про пропущенный от Украины гол – это не только драма российских болельщиков. Это и личная драма Александра Филимонова. Он потратил годы упорного труда, чтобы завоевать статус вратаря номер один в России, но за секунду превратился в глазах многих из лучшего голкипера страны в главного футбольного антигероя. Александр Филимонов вспоминает, что в юности не считался спортивным вундеркиндом и не думал, что из него вырастет звезда. Но за несколько лет молодой вратарь прошел путь от малоизвестных клубов второй лиги до высшего дивизиона и оказался в команде текстильщика из Волгоградского райцентра Камышин. В апреле 95-го года в Камышин приехал чемпион России московский «Спартак». Репортер канала НТВ увидел в предстоящей встрече социальную подоплеку. «Текстильщик серьезно готовится к игре. И сейчас, наверное, каждый в команде осознает всю важность результата. Ведь в городе много безработных. Практически прекратил работу хлопчатобумажный кабинет. Кто, как нелюбимый клуб, должен поддержать почти отчаявшихся людей?» Матч закончился в ничью. Насколько это ободрило камышинцев, неизвестно, но понятно, что не только для них, но и для остальных болельщиков футбол был прежде всего способом отвлечься от суровых будней 90-х. Обозреватель «Спортэкспресс» Робинер считает, что для граждан новой страны это была еще и возможность осознать свое место в новом мире без СССР. «Ну, что касается футбола, то, наверное, в России он был просто одной из очень немногих, если не единственной отдушины, в чем Россия могла более или менее на равных конкурировать с окружающим цивилизованным миром, скажем так. После развала Союза приходилось все начинать заново. Страна только пыталась самоидентифицироваться, и через футбол, через хоккей это было сделано дальше, чем через что-либо другое». «Текстильщик» был хорошим примером такой самоидентификации. Он произвел фурор в российском футболе, когда занял четвертое место в чемпионате России, пробился в Еврокубке и отправился играть с одним из сильнейших клубов Франции – «Нантом». Фенемонов вспоминает, что у него тогда единственный раз за всю карьеру дрожали колени. На архивном видео видно, как нервно он разминается перед началом игры в «Нанте». «На вас экраны сейчас футболисты из Камышина, а трибуны бурно приветствуют своих любимцев – футболистов «Нанта». «Я первый раз играл при такой атмосфере, когда весь стадион поет, весь стадион кричит кричалки одновременно. То есть это такой резонанс, такое ощущение, как будто воздух звенит. И колени дрожат. Я не могу ничего с этим сделать. Но они, кстати, перестали трясти со свистком судьи». Для Фенемонова, который еще пять лет назад играл в таких командах, как «Стань», «Заря» и «Дружба», участие в Еврокубках было огромным вызовом. И хотя камышинцы по сумме двух матчей проиграли «Нанту», талантливого вратаря заметили в московском «Спартаке». Фенемонов перешел в команду в тот момент, когда она по разным причинам нышилась целого ряда ведущих игроков. Сезоном раньше «Спартак» отдал чемпионство Алании. И никто не рассчитывал, что его удастся быстро вернуть, вспоминает директор «Музея Спартака» Алексей Матвеев. «Настроения были, честно вам скажу, как человек, который симпатизировал, болел за «Спартак» все время. Ну, я думал, ну такая молодая команда, ну если в пятерку попадет, это хорошо». За сезон Фенемонов сумел выиграть конкуренцию за место в воротах у другого талантливого вратаря Руслана Негматунина. А «Спартак» встретился в матче за «Золотые меданы» с Алани и вернул себе титул. «Пробежали круг подсчета, уже что-то там попраздвали, там все майки побросали туда, на «Спартаковскую трибуну». Вот, пришли в раздевалку, у меня есть фотография, где мы сидим такие, ну просто опустошенный взгляд, опустошенность полная, да, сил нет никаких. И Андрей Тихонов заходит. «Чего сидим? Мы же чемпионами там». В это время в раздевалке оказался Матвеев, который тогда писал про «Спартак» для газеты «Спортэкспресс». Были сумасшедшие эмоции. Ну, представьте, люди, вчерашние дублеры выиграли чемпионат страны. Это было невероятно. Я видел много «Спартаковских чемпионов», к счастью. Большей радости, чем в 96-м году, я не видел. По словам Фенемонова, в тогдашнем «Спартаке» царила особая атмосфера, с которой он не сталкивался в своих прежних командах. И тренеры, да, и руководство, и футболисты, они вот в одном этом, да, ключе, то есть единомышленники, да, то есть как они понимают фулу, как они понимают вот этот дух победителя, это вот, конечно, было открытие. И то самое важное, наверное, что вот мне удалось оттуда перенять. «Спартак» был командой перфекционистов, соглашается Матвеев. И когда «Спартак» играл в ничью, вот после одного из таких матчей с Ильей Самбаларем была истерика. Тогда любая ничья для игроков – это трагедия. Про поражение я вообще не говорю. То есть у людей настолько был победный дух, все дело, ну и заложил, естественно, этот дух Олега Ивановича Романцева. Ну, я не представляю, как бы он отнесся ко второму месту в чемпионате. Вот для него это провал был бы. Только первое место. И он всей команде это вбивал и настолько хорошо вбил в голову, что вот они так относились. Олег Романцев – знаменитый тренер технет. Непобедимый «Спартак» 90-х так и остался в истории с характеристикой «романцевский». Вот как, по словам Фенемонова, Романцев мотивировал игроков после трех чемпионств подряд перед началом очередного сезона. Он тогда сказал, что, ребята, есть много команд в чемпионате страны, там, в советское время, российское, становились чемпионами трижды. Но не было еще ни одной команды, которая там больше трех раз становилась чемпионом. Посыл был такой, что давайте поставим себе цель и поставим себе задачу на сезон, чтобы перекрыть это достижение, побить этот рекорд и, так сказать, вписать своими в историю. На этих словах, да, вот для меня лично, да, вот и чемпионство того года, оно и строится. В 98-м году «Спартак» дошел до полуфинала Кубка УЕФА. В четвертьфинале обыгран голландский «Аякс». В домашней игре «Спартак» оставил свои ворота в неприкосновенности, а Фенемонов совершил несколько выдающихся сейвов. Поздравлять футболистов в раздевалку пришел российский премьер Виктор Черномырдин. Вы счастливый для «Спартака» человек, вы просто необходимый у нас в следующем матче. С удовольствием. Выигрывать, я вообще должен сказать еще раз, ну просто большая радость. Всех ребят с победы поздравил, ну такой, где вратарь, где вратарь, там вот вратарь, там он меня обнимает, фотография есть. Вот, и его через несколько дней сняли. Ребята шутили, говорят, так, савис, надо было уже не обниматься. Хотя Еврокубки «Спартаку» так и не покорились, пока Фенемонов играл за клуб, он шесть раз подряд выигрывал чемпионат страны. Золотой медаль получает вратарь «Спартака» Александр Филимонов. Коворотом у хозяев начинают бить уже все, однако Филимонов надежен. В акробатическом прыжке Филимонов переводит мяч через перекладину ворот. Очень здорово работал в «Спартаке» на последнем рубеже Александра Филимонова. Нет вопросов, сыграл он, сыграл он блестяще. А по силам действа можно считать победный жест Филимонова с кубком. Саша за прошедший год прибавил на сердце и стал вратарем сборной команды страны. Филимонов попал в сборную, когда она была в кризисе. Команда проиграла шесть встреч подряд. Чтобы выйти на чемпионат Европы, надо было выиграть все оставшиеся матчи в отборочном турнире. В этой ситуации руководить сборной доверенный наставнику «Спартака» Романцеву. Шансов выйти на «Евро-2000» напрямую изначально было немного, задачей было не ударить в грязь лицом, но мы шли от игры к игре, от победы к победе, вспоминает Романцев в своей биографии. Сборная начала выигрывать, но встречи с главными соперниками по группе, французами и украинцами, были только впереди. Игра с Францией состоялась на стадионе Стадо-де-Франц 5 июня 99-го. Задача сборной России чрезвычайно сложная. Нам нужна только победа. Нашу команду не устроит даже ничейный результат в сегодняшнем матче. Гусев, пожалуй, один из самых патриотичных комментаторов России, говорит, что когда французы вины 2-1, он уже стал подводить итоги игры, которая складывалась для россиян неудачно. Я начал делать какие-то выводы, начал говорить о детском футболе, что нам нужно что-то менять. Это да, это так, но не нужно об этом говорить во время матча. До конца матча ты должен болеть вместе с болельщиками, с фанатами и вести сборную к победе при любой ситуации в футболе, там, внутри страны. При любой. И так и случилось. Россияне переломили ход матча, забили два мяча и выиграны у лучшей на тот момент команды мира. Великолепная победа российского футбола, великолепная победа нашей сборной, мы говорим это уже не боясь сглазить, потому что английский арбитр Пол Даркин дал финальный свисток, который зафиксировал победу сборной России над французами 3-2. После игры российские футболисты стали обсуждать случившееся по горячим снедам. Несколько человек нас сидело, мы такие, блин, ничего себе, что мы сделали, да, то есть обыграли французов, там, чемпионов мира действующих на их поле. Завершать отборочный турнир россиянам предстояло домашней игрой в Лужниках против украинцев. Чтобы гарантировать себе участие в Евро, нужно было снова победить. Атмосфера вокруг игры была напряженная. Ее хорошо характеризует первая полоса газеты «Советский спорт» с заголовком «Бей, Хохлов, спасай Россию», адресованным полузащитнику сборной России Дмитрию Хохлову. Приписка более мелким шрифтом гласила «Держи хместов, не пропускай фенемонов». В 99-м между Россией и Украиной еще не было той напряженности на государственном уровне, что есть сейчас. Но, как подчеркивает обозреватель Игорь Рыбинер, с футбольной точки зрения украинская сборная всегда была одной российской главным соперником на постсоветском пространстве. Конкуренция между Москвой и Киевом, она еще в советские времена в футболе была очень острой, яркой и эмоциональной, даже когда это была одна страна. Матчи с Украиной, конечно, это были суперпринципиальные. Игры первый матч 2-3 проиграли, к тому же, в Киеве, еще при Анатолии Бышевце. И тут шесть побед подряд перед матчем с Украиной, включая Францию. И все решалось. Победа и Россия с первого места выходила на чемпионат Европы. Как раз тогда журналистов и болельщиков стало беспокоить игра основного вратаря сборной. Он не допускал фатальных ошибок, но иногда действовал неуверенно. Романцев не скрывал от прессы, что у него тоже вызывает вопросы игра Фенимонова, но продолжал ему доверять. Игорь Рыбинер говорит, что на психологическом состоянии вратаря могли сказаться и трудности за пределами поня. Насколько я помню, там же у него был бракоразводный процесс болезненный. Болезненная ситуация в личной жизни была. Это, может быть, тоже сильно повлияло, потому что все равно до конца где-то вот что-то все сидит внутри, какие-то когда проблемы у человека. Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказывал позже советскому спорту, что у Фенимонова осенью 99-го, цитата, «и жена забеременела, и подруга». «Представляете состояние», — риторически спрашивал Хаджи. Фенимонов подтвердил правдивость этой истории, но отказался ее комментировать. Так и не иначе, 9 октября 99-го именно он вышел на газон московских лужников в составе сборной России. Общественное российское телевидение начинает прямую трансляцию матча, который заранее уже назвали историческим. Пока играл гимн, а тенезрительным показыванный тогдашнего премьера Владимира Путина Фенимонов стоял с совершенно непроницаемым лицом. Казалось, что из ступора вратаря вывел только окрик партнера по команде. Сборная России с самого начала игры много и опасно атаковала, но не смогла реализовать несколько очень хороших моментов. Украинцы отвечали тем же. Фенимонов был надежен. На 75-й минуте россияне вышли вперед. Валерий Карпин! Валерий Карпин открывает счет в сегодняшнем матче! Зрители уже чаще смотрели на секундомер, чем на поле, когда на 88-й минуте судья назначил штрафной в сторону российских ворот. Фенимонов! О-о-о! Боже мой! И Фенимонов забрасывает мяч в свои ворота. Что крутилось у вас в голове, когда вы пропустили этот гол? Ну, что крутилось? Что была надежда, что еще забьем. И, честно говоря, там после этого момента еще был момент, когда могли забить. Отыграться не удалось. Матч закончился в ничью. Россия осталась без Евро-2000. Ну, в развеялке молчание, конечно. Молчание. Атмосфера такая убитая. Хотя все поддерживали. Все поддерживали. И... Ну, у нас был хороший коллектив здоровый, да. И никто ни плохого слова не сказал. Романцев, который даже не стал досматривать игру с тренерской скамейки, пишет, что тот гол лег на плече Фенимонова тяжелым бременем. Надлом я в нем почувствовал. Нет, внешне он старался не показывать своих чувств. Но есть удары, которые не могут перенести самые сильные люди. Фенимонов, напротив, говорит, что не переживал свою ошибку, как катастрофу. Сразу вот после этого матча, да, и сразу после этого всего, в подавляющем большинстве у людей не было эмоций, да, о том, что вот Фенимонов сломался, и на этом все закончилось, да. И у людей, ну, и у меня, в принципе, да, были эмоции, были мысли о том, что жизнь продолжается, надо двигаться дальше. Спустя неделю Спартак играл с локомотивом. Фенимонов отстоял и не пропустил. Его клуб обеспечил себе чемпионство, а фанаты развернули на трибуне баннер Саша Верин. Сегодня Фенимонов играет очень уверенно. И, в общем-то, это радует. Это радует независимо, согласитесь, независимо от того, кому вы симпатизируете в этом чемпионате. Но, несмотря на очередной титул, общественное осуждение все же настигло Фенимонова. Оно достигло таких масштабов, что вратаря даже высмеены в самой популярной тогда юмористической передаче в стране – КВН. Ну, а в следующий раз я расскажу вам о футбольном вратаре Александре Трмонове. Фенимонов не уходил от вопросов о том голе. В январе 2000-го журналистка ОРТ Наталья Константинова встретилась с ним в Лужниках. Все было занесено снегом, газона было не видно. И вот, прохаживаясь вдоль ровки поля, легкой прогулочной походкой, вот тут-то в этот момент я ему и задала собственный вопрос, Саша, ну как же вот все так вышло? Константинова уговорила Фенимонова встать в ворота и еще раз показать, как он пропустил тот мяч. Детали она уже забыла, но хорошо запомнила настроение вратаря. Он не находил никаких оправданий ни себе, ни там, допустим, защитникам, ни другим игрокам сборной. Но случилось так, как случилось. Сам вратарь считает, что у него просто не было шансов объясниться с пубникой и прессой. Я думаю, что это было какое-то задание, да. Я думаю, что была какая-то спланированная акция. Причем это было как раз вот где-то вот летом 2000 года. Как-то все началось как-то резко, да. И как-то там такая волна там вам, и пошла эта волна. Я предполагаю, что я знаю этого человека, ну или группу людей, да, кто это. Но это какие-то футбольные функционеры, условно говоря? Ну, я думаю, да. Зачем им это было нужно? Ну, есть у меня несколько версий. Ну, одна из них, допустим, о том, чтобы ослабить конкуренты, да, там. Впрочем, Фенемонов признает, что не имеет доказательств этой конспирологической теории, потому он и не называет имен. Тем не менее, уже 20 лет он во всех своих интервью пытается доказать, что нельзя судить о карьере по одному матчу. После игры с Украиной Фенемонов еще трижды стал чемпионом России в составе «Спартака», но для многих это будто бы уже не имеет значения. Даже когда в 2011 году вратарь выиграл в составе сборной России чемпионат мира по пняжному футболу, а это достижение уникальное для российского спорта, некоторые журналисты начинали интервью с обсуждения гола, пропущенного 12 лет назад. И вам, и нам страшно обидно. Дело не в том, что мы телеснем, мы телеснем. Ну что, разве нет? Стоп, ну у вас как бы немножко другая позиция. Вы сидели и смотрели. Обозреватель «Спортэкспресса» Игорь Робинер считает, что произошедшее с Фенемоновым закономерно, хотя и признает, что самому вратарю от этого не легче. Ну была не компания, была, что называется, просто эмоциональная реакция и болельщиков, и журналистов. Я даже не представляю себе, что мы с ним сделали сейчас в пору соцсетей гораздо большего, скажем так, интерактива со стороны болельщиков сейчас. Это было бы еще тысячу раз хуже. Собственно говоря, на что можно было рассчитывать именно после такой вот фатальной ошибки. Фактически он стал именем нарицательным для страны, и несколько лет его, та часть населения, которые футбол, собственно, смотрит мало, а знает только по вершкам, но его проклинали. Но, наверное, не может такое на человека не воздействовать, потому что нет железных людей. Есть люди, которые после больших ошибок поднимаются. Ну, надо сказать, что Филимонов провел после этого еще очень много лет в футболе. Это служит уважение. Но на том уровне, на котором он был до матча с Украиной, пожалуй, он больше никогда не играл. Спустя 19 лет после роковой игры, 27 мая 2018 года, в подмосковной Долгопрудной приехали на станичных электричках сотни болельщиков. А нижний на матч 2-го дивизиона Долгопрудной Луки Энергия. Это, казалось бы, заурядная игра вызвала такой интерес, поскольку была прощальной для Александра Филимонова. Ни один прощальный матч уходящего на покой ветерана не обходится без перечисления его заслуг. Я спрашивал у зрителей, как они запомнят Филимонова. Я думаю, что до сих пор его это беспокоит, и поэтому он не смог отыграть больше ни в одном другом клубе большом. Филимонов понимает, что каждый юбиней матч с Украиной ему все равно будут припоминать пропущенный гол. Возможно, с годами это станут делать реже. А пока он достойно несет груз ответственности за ту ошибку. Вам обидно из-за того, что вы играли 28 лет, а для некоторых запомнится только один день? Не, не обидно. Я же не могу повлиять на всех. Все равно у кого-то мнение там остается. Все равно у кого-то будет свое мнение, несмотря на то, что бы я ни говорил, что бы я ни делал. У каждого свой взгляд на жизнь, у каждого свое какое-то мировоззрение, мировое ощущение. Если человеку так нравится думать, ну пусть думает. Что Александр Филимонов считает главной ошибкой в своей жизни? Я думаю, что неправильное поведение, неправильное отношение в личной жизни в определенный период своей нефутбольной жизни. То есть я в то время как-то поменял свои принципы, поменял какое-то отношение ко многим людям. И вот это, да, я считаю своей ошибкой. И хотелось бы это исправить. Но, к сожалению, это не удастся. Выслушанный подкаст «Восемь историй из девяностых». Над эпизодом работали Всеволод Бойко, Андрей Горянов, Сергей Закин, Виктор Нехезин и Оксана Чиж. В этом эпизоде использованы фрагменты эфиров тенеканалов ОРТ, Россия-1, НТВ и НТВ Плюс Футбол. Ссылки на эти источники можно найти на домашней странице подкаста. В следующем эпизоде подкаста «Восемь историй из девяностых». Рейф на заброшенной атомной станции. В пустыне степь, ничего нет. Огромное здание атомной электростанции. То есть, знаете, как будто такие инопланетяне прилетели, что-то построили и забыли. Это люди из космоса. Это музыка космическая. Это культура космическая. Но это как бы не только музыка, да, это вот целая религия. Мы ждали электронную музыку, мы ждали диджеев. И она, все равно, на какой-то приход Иисуса Христа. Чужие никогда не узнают, что находится внутри модной дискотеки. И было видно огромное количество людей, которые забирались там на разные балкончики. И это напоминало чем-то такие картины «Боск». А если бы ты мог описать Рейф в трех словах в это время, ты бы как описал? Свобода, красота, музыка. Понравился наш подкаст? Хотите поделиться впечатлениями, покритиковать или предложить тему для обсуждения? Пишите нам на почту russian.sobachka.bbc.co.uk И не забудьте написать в теме письма волшебное слово «Подкаст». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!